Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло более 4,5 тысяч человек. Из них 107 скончались, говорится в сообщении Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. За сутки подтверждено 1771 новый случай заболевания, а также зафиксировано 27 летальных исходов. В аэропортах по всему миру проходят проверки пассажиров, прибывших из Китая. Мало того, Россия вообще запретила им въезд. Дополнительные меры контроля в воздушной гавани нужны для выявления случаев заражения коронавирусом. Необходимы они и у нас. Министр здравоохранения Виорика Думбровяну созвала заседание, на котором обсуждались меры профилактики и борьбы с инфекцией нового типа. В итоге решили проинструктировать сотрудников пограничной полиции и таможенной службы, чтобы они могли выявлять клинические проявления заболевания и сообщать о таких случаях. В римском аэропорту пассажиров, прилетевших из Уханя, направляют в специальный санитарный коридор. В Малайзии пассажиров сканируют. Ближе к нам Москва. Здесь прилетевших проверяют тепловизорами сначала на борту, затем в терминале. В Кишинёвском аэропорту тепловизор не работает с 2016-го. Заболевших у нас определяют по внешним признакам. Кашель, температура, в целом плохое самочувствие. Речь идёт о специально оборудованной комнате-изоляторе. Здесь есть одноразовые маски, перчатки, халаты и дезинфекторы для врача и пассажира. Его осматривают, если есть температура, сбивают и в целом определяют, что делать дальше. Измерить температуру тела – первый шаг к выявлению больного. Температуру измеряют вот таким электронным термометром. Работает он на инфракрасных лучах и определяет температуру буквально за считанные секунды. Всё, что нужно, прислонить его к лбу. И результат виден практически сразу. Со мной всё в порядке. И хотя в Молдове нет прямых перелётов из Китая, пассажиры аэропорта считают, что быть на чеку в такой ситуации просто необходимо. У самого двое детей. И боюсь и за себя, и за жену, и за детей. Это же как бы вирус ещё неизведанный. И это опасная штука. Я считаю так. У нас, как и все товары идут с Китая, всё возможно. Нужно изолировать. Потому что распространение очень сильное. Это опасная вирусная инфекция. Поэтому нужно всеми возможными способами её предупредить. Коронавирус – новый вид вируса, который зафиксировали в китайском городе Ухане. Он передаётся от человека к человеку. Им заболели граждане уже 10 стран, в основном Азии, а также США, Австралии, Франции и Германии.